Добрый день, уважаемые друзья! Я так понимаю, здесь молодежь, и поэтому мы с вами сегодня попытаемся разобраться в вопросах больше философского аспекта. Мы поговорим об информационной медиакультуре детей и подростков вот через эту плоскость. В вопросах практической организации медиапространства, функционирования интернета вы, наверное, говорите на многих площадках в течение этого форума, да и многих других. А вот аспекты философского осмысления, ну, конечно же, в практическом преломлении, возможно, не каждый день вы обсуждаете. Я взяла на себя смелость вот такого разворота своего выступления, потому что мы эту тему обсуждали на нашей конференции информационной безопасности детей, которая прошла вот буквально месяц назад. И эта секция была одной из самых подстребованных, потому что, да, практически аспекты очень важны, но мы должны понимать, а что же следует дальше и к чему у нас все эти риски, все плюсы и минусы взаимодействия с виртуальной средой ведут. Давайте начнем разбираться. Итак, что такое информационная среда? Информационная среда – это часть информационного пространства, ближайшее к нам окружение. Информационная среда – это совокупность тех условий, в которых мы с вами живем, в которых мы существуем, с которыми мы взаимодействуем. И, конечно, вся эта среда, совокупность этих условий на нас активно влияет, потому что мы с ней вступаем в каждодневное, каждоминутное взаимодействие. Из чего состоит эта среда? Она состоит из множества-множества факторов. Вот те факторы, что здесь показаны у нас на слайде – это еще далеко не все, что нас окружает и с чем мы взаимодействуем каждый день. В современных условиях мы становимся все больше и больше зависимы, все больше и больше взаимодействуем с цифровой реальностью. Цифровые технологии начинают все активнее проникать в нашу жизнь. И сегодня мы уже себя не мыслим без сопровождения себя с телефоном, с гаджетом. Мы уже перестали запоминать цифры, перестали запоминать номера телефонов. Зачем оно, если у нас все это есть? Я себя тоже недавно поймала на мысли, что, в общем-то, мне сегодня в дамской сумочке, кроме каких-то женских принадлежностей, уже кроме телефона-то ничего и не нужно. Здесь у меня есть и отсканированные документы, здесь у меня есть и телефон, и записная книжка, и практически офис в кармане, и даже кошелек. Поэтому вот сфера цифровая все активнее вставляется в нашу жизнь, и мы с этим взаимодействуем. По данным Global Digital последнего года, я изучала этот вопрос, стало известно, что на начало 2023 года более 5,5 миллиардов человек пользуются мобильными телефонами. И это составляет примерно 68% от общей численности населения земного шара. Больше практически 64,5% мирового населения имеют доступ к сети интернет. И год от года это количество растет, и в этом году оно выросло, в прошлом году, вернее, выросло на 1,9%. В численности это составляет 98 миллионов человек. Если мы будем сравнивать с предыдущими годами, когда у нас была пандемия, и мы были вынуждены более плотно погружаться в виртуальную среду, то сейчас мы наблюдаем некий спад роста, темпов роста пользователей гаджетов. Видимо, те, кто уже очень сильно хотели, у кого была техническая возможность, это делали. Но, тем не менее, это не значит, что прирост пользователей гаджетами остановился. Видите, он продолжается и в прошлом году составил 3%. В 8 странах проникновение интернета находится на уровне 99%. В 55 странах 90%. В России этот показатель составляет 88,2%. Если мы будем говорить о применении относительно детей и внедрении в образовательный процесс этих показателей, то следует констатировать, что даже в Москве нет стопроцентного охвата широкополосным интернетом всех образовательных организаций. И когда сегодня говорят о тотальной цифровизации образования, о том, что наши дети попадают в цифровой концлагерь, и там уже в зависимости от цифры и образовательный процесс полностью переходит на цифровые рельсы, к сожалению, этого сегодня утверждать нельзя, хотя многие родители против этого устраивают уже и митинги, и разные конференции проводят на эту тему, но тем не менее исследования РАНХИКС проводили в декабре серьезное совещание по этому вопросу, показывают, что цифровое неравенство, оно у нас в России существует очень ярко выраженно. Города, мегаполисы имеют очень хорошие возможности для развития детей через цифровую среду, а вот наша глубинка, особенно сельские поселения, к сожалению, еще не имеют даже в образовательных организациях достаточного интернета для того, чтобы обеспечить образовательный процесс в том объеме, в котором нам сегодня вставят современные образовательные программы. Но по тем же исследованиям Global Digital в 2022 году все-таки наблюдается некий спад пребывания людей в интернете. Но опять же, возможно, это обусловлено тем, что мы из виртуального пространства немножечко вышли в реальную жизнь, и за два года, находясь вот в этой системе, люди немножко подустали, и, конечно, хочется живого общения, хочется взаимодействия в реальном мире. И вот такие тенденции наблюдаются, что примерно 20 минут в день в среднем на каждого пользователя сократилось пребывание человека в интернете. Причины выхода в интернет – это поиск информации, поиск информации для обеспечения своей трудовой деятельности в первую очередь. Для школьников и студентов это поиск образовательной информации, потому что есть у нас сегодня такая тенденция, учителя наши иногда задают немножко больше, чем следовало бы для детей, заданий по поиску информации именно в сети интернет. Больше 50% пользуются интернет для того, чтобы поддержать связь с друзьями и семьей. 50% – быть в курсе новостей и текущих событий. Ну и около 50% респондентов еще говорят о том, что это для того, чтобы развлекаться, смотреть видеоролики, сериалы, кино и пользоваться другими развлечениями. К концу 2023 года практически две трети населения мира будет подключена к интернету, так нас уверяет статистика. Но посмотрим, доживем, увидим, как говорится, да. Что меняется у нас с вами, когда мы взаимодействуем с новыми технологиями, с техникой цифровой ежедневно? Конечно, у нас меняются органы восприятия. Когда мы коммуницируем с внешним миром в обычной нашей среде, то у нас включаются все органы чувств – и тактильные, и зрение, и слух, и обоняние, осязание, мы воспринимаем реальность всеми чувствами, которые есть у человека. То здесь экран на первое место выдвигает зрение. Глаз у нас становится основным поставщиком реальности. Примерно до 80%. Да, конечно, экран – это не только видеокартинка, это еще и звуковое. Поэтому здесь еще и органы слуха подключаются. Но, тем не менее, на скорость восприятия нашей информации, прочтение, влияет в основном зрение. И отсюда одна из проблем, которая сегодня есть в детской и молодежной среде – это тотальное увеличение детей с нарушениями зрения. Другая проблема, которая возникает из того, что глаз у нас становится основным источником подачи информации, это немножко однобоко искаженное восприятие реальности и перерабатывание нашими органами чувств, головным мозгом, визуальных образов, которые мы получаем. Эти образы не полны, и поэтому наш головной мозг иногда испытывает трудность переработки этих знаний. Мы немножко позже с вами еще эти образы посмотрим и о них поговорим. Очень важно, что эти образы не всегда бывают эмоционально окрашены, и это тоже затрудняет иногда восприятие той информации, которую мы потребляем. Одно из наиболее частых мест посещения пользователями, особенно детьми и молодежью – это социальные сети. Так вот, статистика нам говорит, что средний статистический пользователь тратит примерно 2,5 часа в день на социальные сети. И вы можете проследить на слайде динамику, как растет количество времени использования социальных сетей в жизни наших детей, молодежи и, в общем-то, нас с вами. По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на 28 сентября 2022 года примерно 130 миллионов интернет-пользователей пользуются социальными сетями, что составляет практически 90% населения страны. И Россия, по данным Международного союза электросвязи, занимает шестое место среди стран-лидеров по доступности интернета. И, как озвучил один из наших руководителей страны, Михаил Мишустин, на одном из пленарных заседаний форумов России занимает первое место в Европе по числу граждан, которые пользуются интернетом. Понятно, что интернет, мы создаем интернет-пространство вокруг себя сами, несмотря на то многообразие информационной среды, интернет-среды, которая нас окружает, то виртуальное пространство, в котором живем мы, плетем вокруг себя, как паутиночку, мы сами. Да, нам предлагает все эти, сегодня интернет нам предлагает очень много возможностей, которые основываются в первую очередь на наших запросах, на наших поисковых операциях, которые мы проводили в сети, но, тем не менее, осознанный выбор того, что мы потребляем, мы с вами делаем сами. И об этом следует помнить, когда мы выбираем и нажимаем кнопку выбрать ту или иную информацию для того, чтобы ее изучить, для того, чтобы с ней ознакомиться. Примерно 4 минуты из каждых 10 минут онлайн мы проводим в социальных сетях. И в нашей стране это более 5 часов в день, статистика такая есть. Я тоже, когда готовилась, посмотрела статистику своего телефона еженедельную. И, в общем-то, тоже порядка 4 часов в день, получается, я нахожусь наедине со своим гаджетом, телефоном. Это несмотря на то, что я еще очень много работаю за компьютером. Ну и вы видите разницу использования больших экранов и телефонов. С увеличением возраста время интернет-потребления снижается. И отсюда, конечно, очень важный и для нас значимый вывод, что основными пользователями интернет являются дети и молодежь. Поэтому правила безопасности, правила формирования культуры работы в интернете очень важны именно для молодежной аудитории. И несмотря на то, что кажется, что мы все умеем и все знаем, на самом деле дети являются одной из уязвимых категорий среди пользователей сети интернет. В первую очередь это связано с отсутствием критического мышления. Дети еще не до конца умеют правильно отобрать информацию, ее интерпретировать и определить достоверность. Конечно, с возрастом у молодых людей, здесь у нас, я думаю, студенты в основном, у вас уже такие навыки появляются, но тем не менее, об этом помнить нужно всегда и на это обращать внимание. А что же говорит наша российская статистика? Российская статистика говорит, что 21% времени тратят наши пользователи на социальные сети, 18% на просмотр видео и 15% общаются в мессенджерах. В мессенджерах общаются как молодые пользователи, так и люди старшего поколения для поддержания связи с семьей. Каковы же прогнозы на 2023 год? Ну, конечно, наблюдается и прогнозируется рост применения разумного интеллекта. Уже он настолько продвинулся в нашу жизнь, что помните, в феврале был очень серьезный скандал, разговор. Это как, я не знаю, каким словом можно назвать, когда была защищена выпускная квалификационная работа студенческая, написанная полностью разумным интеллектом. То есть бесы участия человека. И сегодня мы, конечно, не будем скрывать о том, что всю информацию и студенты очень много потребляют в интернете, пользуются ей, и оттуда берут очень серьезные куски и для своих творческих и квалификационных работ. Но, тем не менее, эта доля разумного интернета, разумного интеллекта будет увеличиваться. И поживем-увидим, да, как говорится. Наблюдается и более целенаправленный маркетинг, влияние на онлайн-поведение. И это, опять же, в первую очередь связано с онлайн-поведением детей и молодежи. Потому что, ну, потребности что-то покупать, желание что-то приобрести у детей и молодежи гораздо больше, чем у людей пожилого возраста, у которых и критическое мышление, и, в общем-то, уровень потребления, может быть, уже немножечко снижается с возрастом. И направлять человека на то, чтобы он делал определенные покупки, эта тенденция будет тоже в ближайший год, как нам говорят, возрастать. Ну и, конечно, макроэкономические последствия. Люди все-таки будут более рационально подходить к выбору подписок в ответ и на финансовые вызовы, или менять свои привычки в части потребления новостей, чтобы сохранять свое психическое благополучие. То есть прогнозируется то, что мы все-таки будем более осознанно с вами обобщаться с виртуальным пространством, и, надеюсь, будет и государство, и общество, и система образования нацелена на то, чтобы вести более целенаправленную работу в области формирования информационной культуры детей и подростков. Наступит переосмысление социальных сетей. Да, они, конечно, продолжат расширять свое влияние на нашу жизнь, перестраивать наши источники информации или привычки потребления развлечений, ориентиры, которые формируют наше мировоззрение. То есть в связи с тем, что прогнозируется все-таки более осознанное взаимодействие с интернетом, значит и более осознанное наше с вами взаимодействие с социальными сетями. Следующую часть нашего разговора мы с вами поговорим о том, как сеть перестраивает наше сознание, наше мировоззрение. И этому подвержены, к сожалению, больше, опять же, дети и молодежь. И именно поэтому на этой проблеме я остановлюсь более подробно, потому что, еще раз повторюсь, у детей и особенно, у детей, в первую очередь, молодежи еще недостаточно сформированы критическое мышление, восприятие полное той информации, с которой взаимодействуют и в первую очередь в виртуальной среде. Визуальные образы начинают превосходить вербальные и иные знаки и символы. Если в течение многих лет, многих веков основным средством коммуникации у нас было слово, слово имело сакральный смысл, передачу знаний. И даже если мы сейчас обратимся к русскому языку, нашему с вами родному, мы вспомним, что даже азбука, название букв когда-то имела практически матрицу, молитву, воззвание к высшим силам о сохранении человека и человечества. О том, что каждое слово, корень каждого слова имеет сакральный смысл и передает его из поколения в поколение. И мы, пользователи языка, этот смысл сохраняем. И сегодня мы еще с вами посмотрим, насколько слово сохранно у нас с вами, наше с вами культурное эдро, этнокультурное эдро. Но, тем не менее, визуальные ряды, которые сегодня нам предлагает интернет, не создают уже того интеллектуального напряжения для нашего головного мозга. Мы видим картинку, нам не нужно знать ее содержание, мы ее просто воспринимаем. Образ предполагает видение мира с разных ракурсов здесь и сейчас. Насколько полно мы можем рассмотреть детали, зависит от тех технических средств, которыми мы пользуемся. Но вместе с тем и изображение, в отличие от слова, которое имеет корень сакральный, оно многозначно по своей природе. И информационно оно более наполнено по сравнению с другими знаками и символами. И с другой стороны, они расплывчатые. И они говорят о многом сразу. И вот эта диалектика, она затрудняет нашу коммуникацию в виртуальном пространстве. И Крам нам предлагает нескончаемый поток вот таких образов, которые формируют картину мира. наше мировоззрение, наши устои, традиции и наше отношение к жизни. Мы забываем, что жизнь есть экранная, виртуальная, и жизнь есть еще и наша с вами, в которой физическая жизнь. И очень часто визуальную картину экрана мы переносим в нашу обычную жизнь и пытаемся жить по тем же правилам. Обусловлено это тем, что образы экрана, с одной стороны, воспроизводят предмет реального мира, с другой стороны, заключают в себе добавочные символы, метафорические и иные смыслы и значения, которые передаются через цветовые решения, через выделения различные, сопровождаются звуковым сопровождением, иногда движением камеры, ракурсом, монтажом. То есть иногда нас сознательно приводят к тому, что глаз начинает обманывать наш мозг. Мы видим картинку, ту, что хотим видеть. И вот и посмотрите, пожалуйста, где, в каком положении ноги слона вы видите, как они размещены, каждый из вас может увидеть разные картинки. Точно так же, как и на следующей картинке. Посмотрите, что вы здесь увидели. Вы увидели собачек или вы увидели кошечку. Каждый из нас увидел свою картинку. Точно так же, как и здесь, да? Что мы здесь увидим? На чем акцентирует внимание наш глаз? Конечно, глаз в первую очередь выбирает значимую для нас картинку и формирует образ в соответствии с нашими знаниями, с нашими умениями и в соответствии с набором картинок, которые мы смотрели в ближайшие дни, месяцы, ну, может быть, годы с привычными нам картинками, с которыми он сталкивается ежечасно. Посмотрите, пожалуйста, вот этот тест, вы наверняка его встречали в интернете. Кто здесь изображен? Вот попытайтесь определить. Вы здесь видите кого? Можно в чате написать. Ну, это, в общем-то, размышления и вопрос больше для вас такой риторический. Как правило, вот мои преподаватели, эксперты, я уже просила провести тест вот этот среди студентов в разных вузах. В связи с тем, что студентами вузов все-таки большей частью являются городские жители, которые, ну, может быть, и не были никогда даже в деревне, большая часть студентов здесь видит зайчик. А когда мы говорим, а здесь ведь еще может быть и уточка, то есть уточка уже где-то там на заднем плане нашего сознания, и, естественно, о ней даже никто и не вспоминает, что она в принципе может быть, то вот здесь начинает возникать вопрос, а почему уточка, откуда она взялась, вроде бы зайчик был. И вот эта двоякость восприятия одного и того же образа задает нам разные модели поведения и взаимодействия с этой информацией, которую видим мы. Конечно, для взрослого человека это, ну, он будет воспринимать в соответствии с своими уже набором компетенций у него сформированных и профессиональных, и жизненных. То ребенок и молодой человек, особенно ребенок, у которого таких компетенций еще практически нет, вот такое двоякое восприятие мира может его увести в неправильном направлении его и даже его образовательную траекторию. Ну и несколько цитат, которые нам могут пролить свет на эту ситуацию. Реальность репрезентируется образами, подчиняясь механизму симиляции. В результате опосредованно мир превращается в огромный калейдоскоп, мозаику, состоящую из фрагментов бытия. Начинается процесс визуального мышления, как деятельности образа. Вот я вернусь чуть назад. Мы мыслим с вами словами, мы мыслим с вами, мы речь, мы говорим с вами. Помните, говорил Сократ, я мыслю, говорю, значит, существую. То сейчас перестраивается мышление детей. Начинается процесс формирования клипового мышления. Он не начинается, он уже во все идет. Когда дети начинают воспринимать наглядность, как доказательность бытия этого мира. Мир предстает в виде знаков и символов или симулякров, не имеющих иногда даже реальностей, аналогов в реальном мире. И это приводит к образованию мысли. То есть картинка начинает формировать мысль. И образ экрана подчиняет себе наше с вами сознание. Сообщение с экрана или информация становится не просто сообщением, а становится носителем всевозможных смыслов. А раз смыслов, то значит и стандартов, значит и образцов поведения. События на экране перестают быть экранными событиями. Они превращаются в разные маркеры, в поводы для новых сообщений и действий. Сознание начинает отключаться. Мы видим, за нас все решили. Экран нам дает не только оставить задачи, но и дает пути решения. Нам не нужно уже думать, как себя вести в том или ином случае. Мы начинаем подчиняться тем образом, который мы видим с экрана и действовать шаблонно. И вот здесь наступает очень тонкий момент. Очень тонкий момент перестройки структуры культурного кода, культурного кода личности. Культурный код нам задается с рождения тем образом жизни, укладом нашей страны, укладом семьи, укладом традиций, языка, в котором мы с вами живем. То есть он через этническую картину мира, через лингвально-национальное мировоззрение формируется вот этот самый культурный код. В противовес ему визуальный наш экранный мир нам задает стереотипы, новую шкалу оценок, новые нравы, новые модели поведения. Что на этих весах начнет перевешивать? Куда мы с вами будем склонны идти? За какой шкалой ценностей? Вот здесь очень важно, чтобы не было вот этого перекоса о том, чтобы культурный код и культурное кодирование, которое сегодня направлено в первую очередь на переформатирование со знаниями молодежи из-за рубежа и через, в первую очередь, мессенджеры и социальные сети, направленные именно на детей и молодежь. Очень важно об этом всегда помнить, и когда мы сами коммуницируем в виртуальном мире, и особенно, когда мы наблюдаем, как это делают наши дети. Кодирование – это трансформирование и представление передаваемого сообщения в форме, которое соответствует определенному каналу передачи информации. Вот одно из определений кодирования, социального кодирования, которое, наверное, нам, как культурным людям, нужно знать. А теперь давайте мы с вами посмотрим, насколько у наше с вами культурное ядро, наша с вами культурная идентичность сегодня сохраняется. Если слово у вас вызывает положительный отклик, это положительное слово, правильное, важное, нужное, вы ставите плюс. Если вы считаете, что это слово имеет некую негативную коннотацию, значение, значит, вы ставите минус. Если это слово, ну, просто слово и слово неположительного, неотрицательного заряда вообще никакого эмоционального не несет, ставите нолик. Вот, в общем, очень вы меня порадовали. Несмотря на расхожее мнение, что молодежь сегодняшняя не усваивает ценности, что она далека от взрослого поколения, что у нас разные ценностные ориентиры и культурное ядро расслаивается, в общем-то вы меня очень сильно порадовали, что культурное ядро у многих из вас сохранено. Я, конечно, не отслеживала вот каждого из вас, но, тем не менее, общая картинка очень даже мне понравилась. А теперь попробуем разобраться, что это меня так порадовало. Итак, первое слово «куролесить». Это слово пришло к нам в период, когда появлялось христианство на Руси. Но мы же понимаем, что христианство, оно не пришло вот так само по себе, и вот просто так не появилось у нас. Понятно, что был какой-то период, когда оно активно даже, можно сказать, насаждалось, внедрялось, и особенно это тяжело шло в деревнях далеко от больших культурных столиц, когда крестьян обычных, которым нужно было в поле что-то сеять, убирать урожай, может быть, а их в воскресенье собирали, барин садил в повозки и вез в соседнюю деревню на службу, где еще не было переводов богослужений на русский язык, а служили все службы на греческом языке. Крестьяне ничего не понимали, стояли там, но служба заканчивалась всегда троекратным произношением. Батюшка, который махал кадилом, да, освещал свою паству и говорил «Кюрелесон, кюрелесон, кюрелесон», что значит «Господи благослови». Крестьянин, естественно, откуда он знал греческий язык, он возвращался домой, домочадцы его спрашивали, а что там было-то, где ты был? Конечно, как наша память избирательно, она запоминает последние слова, и крестьянин говорил, да, что-то там куролесили. Значит, слово «куролесили» в русский язык пришло с таким, ну, негативным немножечко оттенком. Ну, делали что-то неважное, ненужное, и вот вообще необязательно, потому что в то время для крестьянина это было неважно, ведь важнее было гораздо вовремя убрать хлеб с поля или сена на кассе. И, ну, язык, он подвижен, да, он развивается, он меняется его смысл и значение, и слово «куролесить» начало приобретать некий такой развлекательный смысл. И сейчас многие из вас поставили плюсик, потому что слово «куролесить» пришло в нашу жизнь таким, ну, делал что-то развлекательное, веселое, но тем не менее, когда мы говорим, учительница ругает, да, ребенка, «ох, ты там накуролесил вчера, да, делал что-то нехорошее». Даже молодежь, когда общаются между собой и говорят, «Ой, вчера там были на вечеринке, ох, мы покуролесили, мы сделали что-то на грани дозволенного». Мы, конечно, не приступили к закону, мы делали все там правильно, но сделали что-то на уровне такого на грани пола, да. «Куролесить» – это значит делать что-то вот, ну, может быть, незапрещенное, но тем не менее, веселое, но с таким элементом негатива. Поэтому те, кто поставили минус здесь, вот, значит, вы почувствовали историческую значимость, исторический смысл этого слова. Следующее слово «шантрапа», оно к нам пришло уже чуть позже, когда были модны в барских домах, особенно, опять же, в такой средней полосе России, театры. А где взять в театре хор, который бы сопровождал там песнопениями? Конечно, опять же, набирали этих крестьянских ребятишек, приводили в барский дом, и учителя, который чаще всего был выписан из Франции, потому что вся знать говорила на французском языке, просили его отобрать перед клавесином детей, которые умеют петь. И ребенка приводили в барский дом, ставили клавесину, и просили угадать, воспроизвести звук. Ребенок, который первый раз попал в барский дом в незнакомую обстановку, естественно, он испугался. И даже музыкально одаренный ребенок, естественно, не попадал в нужную ноту. И педагог говорил «шантрапа», «ты поешь очень плохо». И таких детей, которых не умеют петь, конечно, была большая группа, их стали называть «шантрапой». Потом, конечно, все забыли, что это вообще про пение. И шантрапой на рубеже уже в начале прошлого века, особенно в период революции, стали называть детей бездомных, чьи родители погибли на фронтах от революции или Первой мировой войны. И таких детей собирали потом в колонии, перевоспитывали. И вот их стали называть «шантрапой». В общем-то, это значение слова сохранилось и сегодня. «Шантрапой» называют мальчишек, хулиганов, которые в подъезде, может, покуривают или там собираются группами, занимаются своими какими-то, может, бардовские песни поют, но вызывают некоторую настороженность у окружающих. Следующее слово «шарамыга», оно укоренилось в русском языке после Первой Отечественной войны, когда французы отступали от Москвы, разбитые, они шли победоносной армией, красиво наступали на Россию, а потом, после того, как армия была разбита, пробирались через вот эти губернии, Смоленскую губернию, границы. И вот этот солдат, который еще совсем недавно, может быть, угнал у крестьянина последнюю корову, он обращался к крестьянину со словами. «Шерами, милый друг, дай мне хоть кусочек хлеба, обогрей меня, я голодный зимой». Крестьянин наш, конечно, он видел в этом солдате врага, но, тем не менее, сердобольность, сострадание – это наше с вами качество русского человека, это качество нашей ментальности. И, конечно, крестьянин подавал кусочек хлеба, отделился последней, может быть, рубашкой, приглашал ночевать этого солдата, но, помня, что это враг, к этому «шерами» добавили суффикс «иг», уничижительный в русском языке, и образовалось слово «шерамыга» – бездельник, бродяга, попрошайка. Ну, это значение сегодня тоже актуально. И последнее слово «изнанка». Оно пришло к нам в период, когда началась очень активная торговля с Китаем, и из Китая стали заводить очень много разных товаров. И в том числе завозили ситец, ткань, ситец, ситцевая ткань, из города Нанг. Это просто географическое название – город Нанг. Он настолько был красивый, что из него стали сразу же шить одежду. Но качество краски этой ткани было не очень хорошее, и она быстро выцветала. И тогда решили эту ткань использовать как подкладочную, чтобы она не выгорала быстро на солнце, но она очень крепкая, плотная, добротная. И так появилось слово «изнанка». То есть сегодня мы наизнанку надел, левая сторона, изнаночная сторона нашей одежды. Это те, кто поставил нулик, сделали правильно. Это просто географическое название – «изнанка». Значит, те, кто сами себе теперь определите, вы поставили три минуса и нолик, значит, вы правильно почувствовали историческое значение всех этих слов и этнокультурное ядро в абсолютной и полной у вас охранности. И поэтому мы можем сегодня с вами говорить о том, что многие-то из вас все-таки наблюдали сейчас при прохождении теста, что у вас знаки эти начали меняться. Значит, парадигма нашего мировоззрения, восприятия мира, она меняется. Но мы от этого никуда не уйдем, и наше мировоззрение, и парадигма восприятия информации – это очень подвижная вещь, и она меняется у нас независимо от того, пользуемся мы интернетом или не пользуемся. Это происходило на протяжении всей истории развития человечества. И это, в общем-то, обычный исторический процесс. Но здесь есть один подвох. Мы должны все-таки наблюдать, и не только с точки зрения государства, но и каждый на своем уровне, как эта парадигма и в нашем конкретно, вот в моем случае, в вашем личном случае, взаимодействие с информацией меняется. А меняется она в том числе и через наши пристрастия, наши вкусы. Если мы говорим о словах, вот только что с вами разобрали четыре слова русского языка, то мы видим их полимодальность, мы видим их многозначность, и мы видим их отражение объективной картины мира, объективной реальности. То экранный образ, он более субъективен. Мы, общаясь с экранным образом, с сайтами, с информацией, мы понимаем, что, или должны понимать, что наше с вами мировоззрение, оно начинает формироваться не у нас в головах, оно начинает формироваться вот там, в интернете. И нам задают готовые образцы поведения, готовые модели. И мы можем констатировать и говорить, и об этом сегодня пишут все уже педагоги, исследователи, ученые, психологи. Мы говорим сегодня о цифровой социализации. Если у нас на протяжении многих десятилетий, ну, столетий, наверное, даже, да, мы говорили, что у нас было три основных института социализации. Семья, где ребенок рождается и впервые формируется его картина мира. Школа или государство, где формируем уже государство, с помощью государства формируют через школу нужную модель поведения ребенка. И двор. Социальное ближайшее окружение ребенка. И все эти три формы социализации, три объекта социализации были видимы. Родитель мог выглянуть в окно, посмотреть, с кем там ребенок. Он знает, в какую школу ребенок ходит. Родитель видит, в какую модель поведения в семье. Осознает или не осознает, это другое. А что сегодня происходит с социализацией ребенка в интернете, для многих родителей загадка, потому что они зачастую даже не знают. Вроде бы ребенок вот он здесь дома, но многие родители не знают, где он находится. И в результате начинает формироваться цифровая личность. Вот у нас есть с вами я-личность, а есть еще и цифровая личность. Пост-человек. Когда человек одновременно может жить в двух мирах. В двух мирах существовать. Вот я очень люблю приводить этот пример. Когда появился компьютер, нам нужно было пройти целую практически полосу препятствий, прежде чем ты из реального мира соприкоснешься с виртуальным. Ну вот вы, наверное, молодые, уже это не помните. Нужно было включить сеть, этот фильтр сначала, потом включить тумблер на компьютере, потом включить компьютер, включить монитор. Код ввести доступа в компьютер, потом код доступа в сеть. И только тогда ты оказывался в каком-то другом мире, и что-то там интересное мог смотреть. Но ты осознанно туда входил. А сегодня мы живем уже в двух мирах. Мы одновременно, вот я даже сейчас уверена, вы слушаете меня и параллельно там что-то отвечаете. Может, в мессенджерах вам пишут ваши друзья, или в социальных сетях обменивайтесь картинками. И мы, взрослые, даже на совещаниях очень важных иногда сидим. И тут же у нас идет процесс коммуникации. С одной стороны, да, это здорово, что мы можем так быстро и много коммуницировать. А с другой стороны, процесс соединения этих двух миров начинает у нас растворяться, размываться. И, конечно, это не может не приводить к когнитивным и личностным изменениям человека, который коммуницирует в этих средах. И, конечно, вместе с тем, что это дает нам очень много плюсов в нашем развитии, в получении информации, важной, нужной для нашего развития, в приобретении нужных компетенций, ведь сегодня можно и практику мы целые смотреть, и коммуницировать в этих. Тем не менее, есть и очень много рисков. В первую очередь, это нехимические формы зависимости, интернет-зависимости, многозадачности, приватности. Сегодня говорим уже о фейсбук-депрессии, номофобии, селфизме, о различных родах медиавирусах, интернет-мемах и много-много другого, что появляется в нашей с вами жизни. Многозадачность – это хорошо или плохо? Когда мы с вами параллельно осуществляем много дел одновременно и слушаем, и коммуницируем, и вот как здесь повседневная практика показывает, что очень часто человек находится за рулем автомобиля, и в то же время он погружен в виртуальную сеть, а мы забываем, что это может быть и опасно для нашей с вами жизни. Нам кажется, что мы сегодня стали такими крутыми, мы решаем много задач одновременно, но очень часто мы не понимаем, что это лишь иллюзия. Компьютер может решать тысячу задач одновременно, но это тоже иллюзия, ведь компьютер решает задачи последовательно, просто у него там оперативная память больше, чем наш человеческий мозг, быстрее работает, но задачи-то он решает последовательно. Так и мы, занимаясь многозадачностью, делаем это не потому, что мы хотим быть такими крутыми, а потому что иногда нам очень сложно просто сконцентрироваться на выполнении одной задачи, все свои силы, устремления направить на решение одной задачи. Мы это делаем, когда сдаем экзамен, мы там сосредоточились и решаем этот тест, и только сюда направили все свое внимание, но в нашей обычной жизни. Однако исследования доказывают, что эффективные многозадачники – это те, кто старается и более склонен действовать последовательно, а не делать несколько дел одновременно. Вот такой вывод делал известный французский философ Стреерн. О многозадачности говорили всегда, и нам приводили в примеры Кали Юлия Цезаря, и Плутарха, и Наполеона, которые делали по два-три дела одновременно, и нам рассказывали это как феномены, то сегодня мы это делаем с вами уже не задумываясь. Вот среднестатистический ребенок сегодня, придя из школы, включает компьютер, мама там ему говорит, садись, делать уроки, он открывает учебник, тетрадку, тут что-то пишет, общается в чате, еще и может жевать бутерброд, запивая его чаем. И это он делает одновременно, не задумываясь. Сегодня вот опять же вот эту самую многозадачность расширяют и наши виртуальные друзья. И, к сожалению, это свойственно детям и молодежи, детям особенно, это очень серьезная проблема, когда мы виртуальному другу начинаем доверять больше, гораздо больше, чем нашему реальному другу, чем нашему знакомому другу. Да, есть такой психологический феномен, что незнакомому человеку мы доверим свою тайну быстрее, чем знакомому. Хотим что-то скрыть, какое-то, особенно если очень неприятное для нас событие. Еще одна проблема – это персональные данные, основной капитал личного пространства человека. Но мы тоже часто забываем, что выходя в социальную сеть, мы становимся сразу же публичными. И сегодня найти о нас информацию, взломать аккаунт даже не обязательно. Очень много цифровых следов мы сами оставляем в этом мире. Тоже люблю приводить пример. Девы ограбили очень серьезный дом, находящийся под охраной. Родители, семья уехала на отдых. Во время отдыха мошенники пробрались в дом, отключили все видеокамеры и обокрали его, там вынесли все. Как это они сделали? Девочка, второклассница, очень любила проводить стримы. Вот я иду из школы, вот меня машина такая-то подвезла, вот я номер домофона набираю, вот тут охранник, вот тут это, вот тут кота, вот тут у нас камера. Она делала стримы из всех комнат. И люди, кому это было нужно, изучив эту информацию, сопоставив, сделали реальную карту дома и смогли вынести все вещи и отключить все камеры. Сегодня уже только ленивый не говорит о интернет-мошенниках, которые пользуются нашими персональными данными. Буквально сюжет вчера был в новостях. Да, больше всего подвержены интернет-мошенничеству пенсионеры. Ну, они более доверчивые люди, они не до конца осознают вот то, что в интернете может и в виртуальном пространстве твориться. Возможно, молодежь, которой вот сегодня мы с вами общаемся, вы более защищены, вы более понимаете, как вас могут обмануть, развести, да, вот интернет-мошенники. Но тем не менее, помнить о том, что каждый раз вы размещаете какой-то пост в интернете, любую фотографию, даже если вы ее размещаете в скрытом аккаунте, это не значит, что завтра или послезавтра она может оказаться в руках тех, кому бы вы не хотели, чтобы оно попало. Поэтому формирование цифровой компетенции это одна из главных задач сегодня образования и нашего вот такой большой просветительской деятельности Академии инновационного образования и развития, о которой я в конце своего выступления расскажу. Что же нам делать для того, чтобы вот цифровые компетенции детей, молодежи, а сегодня даже и родители, потому что у нас молодые родители, которые выросли в 90-е годы и, к сожалению, недостаточно получили, может быть, важных и нужных компетенций, иногда и простой человеческой любви от своих родителей, и не до конца понимают важность и нужных вот тех знаний, компетенций, которые сегодня их нужны. Татьяна Владимировна Черниговская, наверное, это имя вы знаете все, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, очень много занимается изучением мозга человека, изучением именно мозга человека и в цифровой среде. Ее цитата, мне вот очень одна понравилась, которую я хочу с вами поделиться, мир, в который попал ребенок сегодня, не человекомерен. Многие устройства уже сейчас действуют со скоростями, в которых люди не живут. Поэтому безответственно не готовить наших детей к такому миру. Мы сегодня должны говорить о том, что мы должны формировать у ребенка внутренние фильтры. И мне очень нравится, вот я не первый год уже бываю на форумах, которые проводят координационный центр. И так как я занимаюсь все-таки воспитанием цифровой среде, мне всегда отрадно слышать, что даже вот эти мега-монстры мирового уровня, которые говорят о защите интернета, о защите данных в интернете, все приходят все равно к одному и тому же выводу. Какие бы мы фильтры не поставили в интернете, они нас не уберегут, если у нас не сформирован наш внутренний фильтр, наши внутренние убеждения и внутренние посылы. Конечно, вот сегодня импортозамещение в образовании, к которому мы пришли, и возвращение может быть к каким-то не моделям образования, а нравственным ценностям и постулатам в образовании. Ведь даже прошла экспертиза учебников, и сейчас я знаю, что ожидается экспертиза интернет-образовательных ресурсов на именно мировоззренческую составляющую очень серьезно должно сказаться на формирование и внутренних фильтров. Потому что, если у человека есть картина мира, правильно сформированная, ценности сформированные, то и фильтровать информацию он будет более грамотным и целенаправленно. И еще один аспект, о котором в формировании личности ребенка и молодого человека следует остановиться, это межпоколенческие взаимодействия. Мы поговорили о системе образования, о связи с виртуальной среде, а у нас есть еще плоскость взаимоотношения межпоколенческая. Дети, родители, бабушки, дедушки, да, мы это люди разных поколений. Вы все эти поколения знаете, они на экране вот здесь представлены, я их называть не буду, к какому-то из этих поколений вы относите себя, и наши коллеги-партнеры выделили следующие риски межпоколенческой коммуникации. Это социальная анемия, отторжение тех норм межпоколенческих ценностей и традиций. Ну, конфликт отцов и детей, он в принципе существовал всегда, да, помните Базарова классику, когда описан конфликт отцов и детей, мы всегда, нам кажется, что наши родители чуть там сзади нас находятся, но это естественно, дети всегда на один шажок впереди, и это в общем-то риск, который нужно лишь просто учитывать. Сегодня очень набрал обороты такие риски, как эджизм, эскепизм, гаджет-зависимое общение и кринжи. Я думаю, что все эти слова вы прекрасно знаете, и не буду на них останавливаться. Я остановлюсь более подробно вот на этом исследовании, которое также наши партнеры проводили, очень интересно. попросили людей разного возраста назвать слова, которые для них ценностно значимы, которые для них ассоциируются с их жизнью, с эпохой, с тем, что это для их непосредственно личности, для их жизни важно. Посмотрите, пожалуйста, вот чем крупнее слово написано, тем старше возраст человека, который это озвучил. Для наших бабушек, дедушек важны такие слова, посмотрите, как вам, Гагарин, победа. Для людей вот уже моего возраста 50-ом плюс, да, какие слова Гагарин, космос, комсомол, чуть там позже, там 45-плюс, да, еще были, помнят, что развивался активно наш космос, были проблемы с капроновыми колготками, их надо было, вспоминали о Карлосоне, брат, но это брат, два кино здесь спрашивали у них, но тем не менее, посмотрите, молодые совсем люди, дети, да, они говорят о дискотеке, говорят о МГИМО хотят туда поступать, о том, как реклама в их жизни присутствует, вот найдите себя в шкале этих ценностей, есть ли там слова, которые вы могли бы назвать, если бы вам такой вопрос задали, что может сближать сегодня наше поколение, наших, наше поколение, как нам находить общий язык, мы живем в разных сегодня уже с нашими бабушками даже мирах, да, вы живете практически в виртуальном мире, круг общения ваш там, у бабушек круг общения вот здесь на лавочке, ну и может быть немножко в мессенджерах, где они общаются в одноклассниках, но это уже попродвинуте, да, бабушки, тем не менее, как мы можем с бабушками сегодня коммуницировать и находить общие слова, для этого мы можем использовать и виртуальное пространство, и виртуальный мир, для того, чтобы бабушкам может быть найти фотографии их детства, или вспомнить, найти там в сети, или мы загружали когда-то на своих социальных страницах, где мы детство проводили вместе с бабушками, допустим, в деревне, мы можем помочь бабушкам найти интересные рецепты в интернете и вместе с ними это приготовить, поможем найти лекарства, которые, ну и самое главное, это сохранение и перенос в виртуальную среду, в том числе, тех традиций, которые имеет наша семья. Ну и проблемы, естественно, которые возникают всегда внутри семьи и которые мы должны обсуждать, как воспитывать детей. Сегодня одна из острейших проблем, где найти настоящие новости, я сегодня не буду останавливаться на фейковых новостях, думаю, вам об этом тоже кто-нибудь расскажет, или вы уже сами продвинутые пользователи много знаете, знаете, где искать эти новости, и это тоже очень важная проблема. Ольга Владимировна, спасибо. Я хотела задать вопрос такой, у нас в теме есть такая фраза формирование информационной медиакультуры, как вы думаете, какое топ-3 должно быть, топ-3 рецептов или направлений, которые бы могли ее формировать? Ну, вот тут топ-3 наверное не сформируешь, потому что формирование медиакультуры это практически выстраивание жизни, выстраивание взаимодействия с информацией каждый день, каждую минуту. Да, в первую очередь это думать о том, что ты смотришь. это я даже топ-3 вот я даже затруднительно еще раз допустим, какие шаги например нужно сделать, допустим, если вы говорите, что раньше социализация была такая аналоговая, да, это было родители, школы и двор, сейчас цифровая социализация и соответственно родителям школе и тому же окружению нужно какие-то предпринимать шаги в цифровом направлении, скажем так, для того, чтобы информацию... Изучать правила поведения в интернете, потому что мы забываем, что интернет это такое же пространство, которое имеет свои правила. Когда у нас Петр I, если мы вспомним историю, решил, что у нас должно быть европейское государство, и мы должны знать европейские там правила поведения, не чавкать за столом, какие-то еще парики носить, нам книгу написали юности, честное зерцало, и для всех страждущих отроков, как тогда писал Петр I, эта книга была дана. Но нам дали интернет и не дали свод законов, как нам пользоваться, и методом проб и ошибок мы туда идем. Первое, это как можно чаще вспоминать. Второе, не забывать о своих персональных данных и о том, где, когда и что мы размещаем. Ну и третье, наверное, цифровая гигиена, тоже, что мы читаем, как мы читаем и с кем мы общаемся в виртуальном пространстве. Это, эти три направления актуальны, как и для родителей, потому что они должны знать и про себя, и про своего ребенка. Они несут ответственность не только за физическое пребывание ребенка, но если ребенок в сети начинает творить чудеса, и это уголовная ответственность, родитель также несет за него ответственность, поэтому об этом нужно помнить. Ну и, конечно, изучать новые тренды, но все то, что новое появляется, потому что дети сегодня узнают, и они в цифровом плане гораздо продвинуть и нас взрослых, педагогов и родителей, и постоянное формирование цифровых компетенций, их повышение очень важно сегодня для педагогов и родителей. Получается, эту гигиену должны прививать не только родители, но также это должно как-то прививаться в школе. Сегодня это должны делать все, мы должны и государство, и общество, и даже если мы с вами вдруг видим, что соседние зашли на чью-то страничку, а видим, что ребенок там по глупости сделал какую-то ошибку, мы должны конечно об этом ему сказать, как вот я зашла, у меня племянница вдруг выложила паспорт свой сканированный, ну я давай скорее звонить, что ты убирай, зачем ты это сделала, хотя бы уже теперь его не совсем уберешь, но хотя бы вот такие вещи сегодня мы должны на страже быть везде, всегда, каждый день, мало того, что в мерах профилактики, мы сегодня живем в период информационной войны, и та информация, которая на нас обруживается, я сегодня этого пласта вообще не касалась, дети, ведь та пропаганда, которая сегодня обрушивается на нас, она в первую очередь направлена на детей и молодежь, потому что взрослый это человек, он в силу сформированных привычек уже может не обратить на что-то внимание установок, посмотрите, как за 30 лет переформатировали сознание целого государства, что даже традиционную церковь уже выгоняют из лавры, то что говорить, и сегодня эта волна направлена на вас, уважаемые наши слушатели, и поэтому внимательными, осторожными, я не говорю, что надо ограничить себя от общения и не читать может быть вообще ничего, конечно, нужно читать, но просто нужно всегда проверять и перепроверять сегодня вдвойне ту информацию, которой вы сегодня сталкиваетесь. Спасибо большое за эту интересную философскую лекцию, очень много всего почерпнула для себя. Что касается нашей деятельности, у нас сейчас будет проводиться, у нас сейчас уже проходит третья неделя деятельности рабочих групп, это научно-аналитический проект в рамках Школы Международной информационной безопасности, наша основная тема это защита детей в интернете, спикером встречаться на следующей неделе и также заслушивать лекцию о том, какие на российском уровне есть инициативы по защите детей в интернет-пространстве и тоже будем посредством помощи молодого поколения, в основном у нас это группа аспирантов, магистров, готовить свое исследование о том, какие есть меры по защите молодого поколения и детей на российском уровне и на международном уровне и также приглашаем всех присоединиться если у вас есть какие-то наработки будем рады вас принять в нашу деятельность вы говорили про то, что задаются векторы развития медиаволонтерами каким образом можно узнать через деятельность в образовательных организациях сегодня создаются организации медиаволонтеров которые через социальные сети где дети коммуницируют между собой в том числе размещают посты о чем бы мы хотели чтобы дети познакомились куда обратили свое внимание в какой проект они заглянули и вот это вот очень мелкая но в то же время важная и нужная деятельность медиаволонтерства сегодня важна да на уровне государства тоже есть проекты и через российское движение детей молодежи вот они у нас на конференции выступали очень интересные инициативы нас ожидают тоже вот они глобальные векторы задают и тоже но опять же они их реализуют через проекты в образовательных организациях когда можно достучаться до каждого ребенка говорить сегодня о том что вот мы сверху пустили и это пошло да оно будет работать но к сожалению оно работать будет поверхностно а внутренняя система и шкала ценностей каждого ребенка она до конца формироваться не будет и задание векторов оно важно чтобы оно опускалось до соприкосновения с личностью каждого ребенка и здесь вот медиаволонтерство оно вот просто необходимо ассоциация волонтеров это направление активно развивает еще раз повторю и российское движение школьников и российское движение детей и молодежи и мы к этому делу тоже присоединяемся очень активно спасибо 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 еще раз за лекцию и за ответ еще вот я там в чате прочитала вопрос тоже отвечу на него почему слова победа написаны крупным планом я объясняла может быть не услышали чем крупнее шрифт это не уловка это не ваше внимание акцентировать чем крупнее шрифт тем старше возраст респондента который это слово назвал м б шуя крас downside п ну Субтитры создавал DimaTorzok